Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи Наталья Вячеславовна Шевшукова, политолог. Добрый день, Наталья Вячеславовна! Добрый день! Все шумят, архивы Пандоры, офшоры у многих депутатов Госдумы, людей из близкого окружения, их лиц государства, родственников, руководителей госкорпораций, чиновников. Наталья Вячеславовна, снова у нас спецслужбы везде кругом атакуют Россию. Как вы считаете? Причем самое интересное, что, наверное, какие-то хорошие спецслужбы слили те материалы на главы иностранных государств и разных иностранных деятелей, которые сейчас обсуждает российская пропаганда, а наши материалы, видимо, сливали другие какие-то. Видимо, там разведчики сливали, а здесь шпионы, как водится. На самом деле, все это одна группа, мы понимаем, что и наши просто выдирают из контекста то, что им выгодно. Но что касается реакции, на самом деле, они могли вообще не реагировать, потому что общество уже настолько смирилось с тем, что они воруют, с тем, что у нас профессиональная криптократия, что удивить их можно только сказав, что теперь они украли уже вообще всю Россию. Пока они всю не украли, она большая, ее всю украсть невозможно, удивляться уже не приходится. Вот мы с вами сомневались в том, что у Эрнста есть какие-либо бизнес-интересы в Москве, или то, что он совмещает свою деятельность еще с какой-то другой деятельностью, или то, что из бюджета идут огромные деньги на пропаганду, а потом они оседают в карманах конкретных людей. Кто-то сомневался в этом? Нет, в этом никто не сомневался. Но, кстати, новостью бы что было, что открыли бы, допустим, офшоры Навального. Вот жил был Навальный такой, весь честный, он сидит в тюрьме, а на самом деле у его семьи там какие-то офшоры, вот он владеет какой-то сетью, не знаю, магазинов или автозаправок и как-то связан с московским правительством. Вот это была бы новость, но этой новости нет. И точно так же все те люди, которых за последнее время обвинили в том, что они иностранные агенты, никакой информации такого рода о них нет и быть не может. Она появляется о людях, которые меняют себя патриотами, и она появляется о людях, которые нам рассказывают, как нам правильно любить родину, а в ответ на заявление о том, что, ребята, у вас же офшоры, говорят, сами вы иностранные агенты. Наталья Вячеславовна, на ваш взгляд традиционный вопрос в таких ситуациях. Последуют ли какие-то кадровые решения, какие-то выводы будут сделаны? Никаких прямых кадровых решений не будет. Кадровые решения могут это использовать во внутриаппаратной борьбе. Потому что сейчас понятно, что группировка условных оставшихся, даже не до либералов, а по крайней мере людей, похожих на людей, к которым мы до сих пор относим Эрнста. Эта группировка с каждым днем все слабеет и слабеет. И если кому-то понадобится использовать этот архив против этой группировки, то, конечно, она этим воспользуется. Точно так же, как мы же понимаем, зачем отменили ограничения по срокам губернаторов. Ограничения по срокам губернаторов отменили для того, чтобы решить проблему Собянина-2024. Собянин мог бы собрать вокруг себя какие-то прогрессивские силы, которые, если не за рыночную экономику и не за демократию, но, по крайней мере, за МФЦ и за велодорожки. Вот хоть так. И мог бы как-то консолидировать, повести их на выборы и стать реальным соперником. И очевидный удар по нему нанесен через внесение изменений в закон о выборах губернаторов и в целом в закон о выборах. И то же самое, что почему Эрнст, почему сейчас могут зацепиться за вот эти кинотеатры. Такой нехороший Собянин, такой нехороший Эрнст уничтожают наше историческое наследие. Давайте дадим им по рукам. В рамках этой кампании по ослабеванию оставшегося условно недобита либерального крыла могут вполне это сделать. То есть, вложили в руки спецслужб наших оружие, получается, да, какое информационное? Ну, естественно. Против них-то уже ничего не подействует, потому что на них уже все махнули рукой. Их уже, ну что можно против них использовать? Их, наоборот, похвалят, скажут, молодцы. Все правильно делать. Наверняка знаете по поводу задержания корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко в Беларуси. Очень странное задержание. Сегодня же буквально вот я читаю, что даже процитирую Сунгоркина, еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой» – это произвол. Чем он вызван, я не понимаю, говорит Сунгоркин. «Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку». Что происходит? Что хочет сказать Александр Григорьевич Липошенко таким жестом? Ну, у Александра Григорьевича очевидна истерика уже, потому что задержать, потребовать задержание корреспондента газеты другой страны все-таки, причем за заметку, которая не содержала никаких ни призывов к экстремизму, ничему. Просто сказали, что там один человек, которого убили и который убил во время задержания ГГБшника, он, в общем, лично был не такой плохой. Все, собственно, все, что содержала эта заметка. Она не оправдывала его, не говорила о том, что правильно он сделал, давайте еще и завалим. Она не говорила, что бедного парня довели. Просто вот такая вот невинная совершенно фраза, его знакомый, у которой корреспондент не мог не взять интервью, ну, потому что все-таки, так или иначе, как-то, видимо, решил сыграть в свободу прессы, решил сыграть в некую объективность хотя бы таким образом. Главное, что удивляет, уже, конечно, не первый раз, когда белорусские службы средь бела дня похищают российских граждан и потом нагло глумятся над всей Россией и говорят, все нормально, та же самая София Сапега сидит в белорусской тюрьме. Вместе со своим другом опустили самолет, как мы помним, да, заставили сесть, посадили в тюрьму. Ну, мы можем сказать, хорошо, допустим, он диктатор, пусть делает у себя все, что хочет. Но почему он задерживает граждан России, которые вообще ничего не сделали? Та же самая София Сапега, она просто дружила с белорусским оппозиционером, она была его девушкой, она ездила с ним на курорт, там, не знаю, готовила яичницу, спала с ним. Почему она-то вдруг попала? Почему ее вдруг надо арестовывать? И очевидно совершенно, что ее не просто забрали, а ее держат в заложниках, чтобы оказывать давление на парня. Как мы видели, это сработало. Что касается журналиста, ну, это уже вызов, на самом деле, гораздо более серьезный. Это уже вызов российскому государству. Российское государство, как всегда, отворачивается и говорит, нет, мы ничего не знаем. Вот это Путин же говорит, русские своих не бросают. Это ровно тот случай, когда русские не должны своих бросать. Похищают журналиста. Похищают журналиста при исполнении долга своего. Причем не просто он где-то там, не знаю, в Беларусь пошел на митинг из сочувствия к протестующим. Его там забрали, как уже было с российскими гражданами. Помните, даже там наблюдатели тоже приезжали, да, тоже они туда приехали. Явно, что их симпатии были на определенной стороне, когда задержали Артема Воженкова. Если помните, его несколько дней держали в Окрестино. Потом все за него вступились, его отпустили. Все закончилось нормально. Но здесь ситуация, когда посреди Москвы орудуют спецслужбы другого государства. Мы можем там любить или не любить Лукашенко, но юридически Беларусь является другим государством. Это уже дело чести вот тех самых наших спецслужб. Я не понимаю, как люди, которые говорят о том, что я российский офицер, рвут на себе рубашку, как они вообще это позволяют. То есть его левая рука не знает, что делает правая. Просто какое-то объяснение этому есть или нет, Наталья Вячеславовна, все-таки. Единственное объяснение, самое ужасное, в том, что Путин будет поддерживать Лукашенко до конца, потому что он европейский. И Путин дал Лукашенко карт-бланш на действия внутри и вне страны, для того, чтобы сохранить ситуацию. У Лукашенко, конечно, ситуация хуже некуда. Посмотрим, что он делает с Европой, с этой самой тихой восточной Европы. Он запустил туда беженцев. Он использует в том числе этих беженцев в своих интересах. Там же уже было несколько смертей на границе. Они там замерзали, голодали. Граждан Польши и Литвы задерживают, обвиняют в том, что них поддерживают, этих беженцев. Там была история в Литве, что задержали женщину, которая пустила этих мигрантов поесть и помыться. Они раскалывают внутри, внутри общества, сопредельных государств. То, что делает Лукашенко. Но смотрите, в этом случае Путин вредит не условно общему врагу. Он может там похихикать с Лукашенко, посмотрев, как там мигранты бегают по лесам в Беловежской пощи. Сейчас, когда еще морозы ударят, вот вообще будет весело, потому что будет несколько сотен трупов. Вопрос возникает, кто кем управляет, Наталья Вячеславовна, в таком случае? Он, по-видимому, пытается манипулировать Путиным. Он, по-видимому, мыслит себя старшим братом. Хотя, на самом деле, мы понимаем, что экономическая зависимость все равно у Лукашенко от нас. И манипулировать как таковым Путиным он не может полноценно, потому что газовый вентиль на другой стороне. То есть, можно, конечно, изображать в себя такого крутого парня, но никаких рычагов воздействия на Путина у Лукашенко нет. А у Путина, наоборот, есть. Вот, может быть, в какой-то момент это Путина может спровоцировать на мысль о том, что, может быть, его заменить этого Лукашенко все-таки на какого-то более умеренного пророссийского политика. Может быть, того же Бубариков выпустить стоит из тюрьмы для того, чтобы он унял вот этого вот колхозного... Как вы оцениваете ответ Александра Григорьевича, корреспонденту в BBC, о том, что он может быть вечным президентом в случае, если продолжатся какие-то нападки со стороны Запада? Ну, это даже не проговорка по Фрейду, это его прямое наверение. Никуда не хочет он уходить. Он идет вперед ногами. Он это показал в прошлый раз. У него прошли свободные выборы, ну, относительно свободные выборы, насколько это могло быть. У него сплотилась вся страна против него, проголосовало 70%. Он удержался чудом. Я думаю, что Путин его в этом плане, конечно, уважает. В этом плане он для него, конечно, Лукашенко старший брат, потому что Лукашенко решился на тот уровень насилия, которому только завидует Путин, и пока что он к нему не приблизился, слава богу. Все-таки у нас, ну, где-то происходит, да, происходит насилие в отношении заключенных, аполин заключенных, но не в тех масштабах, которые в Беларуси пока что. Еще один вопрос, Анатолия Вячеславовна, в нашем ближайшем окружении. Ошибка ли то, что Саакашвили вернулся к себе на родину? Был ли какой-то эффект, либо это был какой-то просчет со стороны Михаила Саакашвили? Ну, сейчас уже понятно, что это был расчет, просчет, точнее. Он вернулся под выборы, он рассчитывал на то, что его партия победит. Его партия не победила, она набрала там какой-то процент, но не решающий. И, скорее всего, жертва была напрасной, но Михаил Саакашвили является гражданином другого государства, он является гражданином Украины. Поэтому здесь такая ситуация, она вот с точки зрения международного права не очень однозначна. Саакашвили, с одной стороны, великий человек, с другой стороны, он все-таки действовал в Грузии не совсем демократическими методами. Действительно, наверное, ему есть что предъявить. При этом он в какой-то момент уехал, получил гражданство другой страны. Сейчас получается, что Грузия задержала гражданина другой страны. И в чем бы он ни обвинялся, давайте тогда рассматривать это не с точки зрения того, что он когда-то был гражданином Грузии и президентом, а с точки зрения того, что нельзя задерживать просто так гражданина другого государства без объяснения причин. Сможет Зеленский вытащить его? Вот вопрос к Зеленскому, потому что Зеленский в этой ситуации, мне кажется, он пока что еще даже и не выступил, он даже ничего и не сказал. Зеленский отмалчивается, и скорее это будет ударом по Зеленскому внутри, потому что у Саакашвили есть сторонники внутри Украины. Люди, которые действительно считали, что он боролся с коррупцией, пытался преодолеть вот этот местечковый феодализм, который там процветал, несмотря на все достижения демократии. Все понимают, что такое украинские элиты, и все понимают, что такой прямой человек, как Саакашвили, туда не вписался. И, конечно, ударом будет по репутации Зеленского этот эпизод, ну и равно, как и некоторые другие вещи, которые с ним произошли за последнее время. Плавно будем переходить к нашим вопросам внутригосударственным. Пачками признают людей, и СМИ на агентами. Возимеет ли это эффект, либо это вызовет обратный эффект, что люди просто перестанут обращать на это внимание, и наоборот будут считать это знаком качества? Ну, там есть два эффекта. Эффект такой внутренний, психологический, конечно, это способствует сплочению среди людей, конечно, это способствует такой волне сочувствия и симпатии, конечно, это знак качества, несомненно, конечно, это примерно, как мы сейчас переходим к таким царским временам, когда отправляли на каторгу коммунистов, значит, хорошие люди, значит, надо брать. С другой стороны, организационно, конечно, это может ударить серьезно по организациям, потому что там очень запутанные формы отчетности, там очень специфические взаимоотношения с государством, там очень большие риски закрытия, шаг вправо, шаг влево считаются побегом. В этом плане, конечно, тот же самый голос или УВД-Инфо играют совершенно уникальную роль в российском политическом пространстве, такие поддерживающие организации. Что же сейчас сделали? Сначала уничтожили организации, которые, собственно говоря, действуют, как политические акторы, это группа Навального ФБК, это группа Ходорковского Открытая Россия, еще там несколько мелких групп, там типа Земского съезда, или вот людей, которые занимаются местным самоуправлением. Дальше они принимаются за организации, которые являются такими ресурсными для гражданского общества, базово ресурсными. Надо отдать должное нашей охранке, они принялись за организации, которые действительно помогают, которые действительно имеют значение. То же самое УВД-Инфо, у каждого российского оппозиционера этот номер УВД-Инфо стоит в тревожных звонках. Вот у тебя там пожарная, милиция, мама и УВД-Инфо стоит. Это так на самом деле. Да, это одна из ключевых и самых влиятельных организаций, там действительно людям помогают, и удар по УВД-Инфо, допустим, будет очень таким плохим. и если голос там еще можно как-то заменить, потому что есть там гражданские организации, есть неформальные сети наблюдателей, то вот такого рода организацию, как УВД-Инфо, заменить будет очень сложно. Она все-таки собрала уникальный коллектив адвокатов и правозащитников, которые еще в советское время защищали диссидентов, вот начиная от таких людей и заканчивая молодыми толковыми адвокатами, которые сейчас в общем за идею работают на будущее страны. Да, мы вынуждены ответить, что ФБК у нас признан экстремистской организацией запрещенной территории России, а голос УВД-Инфо с недавнего времени признанными иньюстами иностранными агентами. Наталья Вячеславовна, вот вскоре затронули мы тему преследования коммунистов, на ваш взгляд захлебнется ли атака на левый фланг, или как-то это укрепит левый фланг, левые силы? Давайте отличать левые силы и партию Копареев. Есть партия Копареев во главе с господином Зюгановым, с товарищем Зюгановым, который уже давно стал господином. Он уже не раз шел на договоренности и сдавал своих. Он в 96-м году смирился с результатами выборов, которые были не так однозначны, хотя мы понимаем, что скорее выиграл Ельцин, но ситуация была очень на грани. Зюганов ничего не сделал, он очень сильно разочаровал своих сторонников тем самым. Зюганов несколько раз уже показывал себя союзником власти. Он голосует так же, как велит власть. Они все делают так же, как велит власть. Это абсолютные сателлиты, это люди, которым нужно самосохраниться просто, как даже не политическим, а физическим субъектом, досидеть до конца, до своей смерти и уехать ногами вперед из Думы, получая каждый месяц по 450 тысяч рублей. Они этим живут, они по-другому не умеют. Если они вдруг пойдут в оппозицию, вот именно как партия, то они потеряют просто свои места. Они же не потеряли, все же нормально, все же хорошо. Есть, с другой стороны, некий нарождающийся нормальный левый фланг. В частности, это Михаил Лобанов, который фактически избрался, новое совершенно лицо, председатель правкома МГУ, совершенно блестящий оратор, при этом очень лично приятный, скромный молодой человек, который совершенно, его не заподозришь ни в какой коррупции, и в то же время он умный, он математик, и вообще большая умница, и в Думе он, конечно, очень хорошо бы смотрелся. Мы понимаем, что он не представляет собой КПРФ, он баллотировался от КПРФ, но это какая-то новая сила. Или есть какие-то люди в регионах, которые, и там не только в регионах, которые могли бы представлять нормальный левый фланг. Но можем себе представить, что, допустим, руководство КПРФ по итогам выборов приглашает Лобанова куда-то там возглавить какой-то там комитет партии. Ну, то есть, по сути, вот что, по итогам выборов Лобанов должен возглавить московский горком КПРФ. Ну, по-хорошему, потому что он самый сильный, он самый харизматичный, он всех вокруг себя сплотил. Что делает руководство КПРФ? Оно делает вид, что его нет, и оно делает вид, что никаких протестов по итогам выборов нет, и что все нормально, и Зюганов идет встречаться с Путиным и не с Лобановым. Почему? Ну, потому что это разные вещи. Левые, новые левые и КПРФ. Когда новые левые не съедят КПРФ физически, потому что КПРФ нужна власти для того, чтобы аккумулировать остатки вот этого коммунистического, старокоммунистического электората, и для того, чтобы показывать всем, что у нас есть оппозиция хоть какая-то. Они их используют. А на новых левых, да, накат, и в том числе, кстати, накат не только на политиков, накат же на философов. То есть демонстративно задержали Бориса Кагарлицкого, преподавателя Шаненки. Он шел на лекцию читать про марксизм. Это же такое символическое действие. Это же мы с вами, как будто мы с вами находимся не в 2021 году, а в каком-нибудь там в 1904, задерживают. Параллельно в Исаакиевском соборе коронуют якобы царские особы какие-то там родственники. Да, да, то есть мы с вами переместились по шкале времени куда-то еще, так, какой нынче тысячелетия на дворе. Вот, и, конечно, задержание Кагарлицкого это тоже сигнал всем тем умеренным и таким нормальным левым, которые могли бы составить альтернативу Зюганову. Заметим, Зюганов что-то сказал по поводу Кагарлицкого, я, например, не слышала. Зюганов, скорее всего, промолчал. Может быть, там что-то Рашкин сказал, может быть, там еще какие-то люди. Это же, подождите, Кагарлицкий же их, и фактически это идейный, можно сказать, идейный базис КПРФ. Ну, вы должны с нее вступиться. Вообще, уважаемый человек, ладно, за Лобанова не вступились, ну, там скажут, ну, мачек какой-то там только что вылупился. Кагарлицкий известнейший человек, да, он уже человек возрасте, его многие знают. КПРФ промолчала, поэтому, как партия, КПРФ это оболочка, это исключительно оболочка для избрания, не надо ей приписывать никаких политических функций. Вот приняла документы, выдвинула, и на том спасибо. Это исключительно такой вот один из инструментов для работы на выборах, не более того. Насколько прочна эта оболочка Натальи Вячеславовны? Ну, пока оказывается, что она прочна, потому что она часть путинской вертикали. Как только не будет путинской вертикали, не будет КПРФ и всех прочих партий-сателлитов. Они их как бы логичная такая составляющая. Мы же понимаем, что у нас политическое пространство, оно не равно партиям. То есть у нас люди, которые там выступают за перемены их процентов как минимум 50, а скорее всего 70, при этом им говорят, что у вас своей партии нет и не будет, вы ее не получите, давайте выбирайте из того, что есть. Вот сейчас люди так или иначе с горя аж проголосовали за партию новые люди. Ну, не было просто больше никого. А так они яблоко знают, они за нее не стали голосовать. Стали голосовать за каких-то непонятных людей, которые торгуют шампунями. Это на самом деле показатель в том числе опасный для власти, что протестные либеральные настроения настолько сильны, что люди с горя голосуют даже за эту. За бутылку шампуня. Да, за бутылку шампуня. То есть выставили бутылку шампуня за репералом и за нее проголосуют. Это креатура Кириенко, Сергей Владленович? Слушайте, там сложно сказать, чья это креатура, но судя по стилю очень похоже. Очень похоже на методологов, очень похоже на всю эту тусовку и очень похоже на попытку изобразить технологическое решение для аккумуляции и распыления одновременно оппозиционного электората. они же заметим еще начали использовать партию роста по новой. Они ее серьезно обновили. Они нарядили девушек, которых выдвинули в этих белорусок таких, да, то есть они фактически использовали символы белорусской революции для того, чтобы привлечь протестные электораты, где-то они даже там немножко преуспели. Кремль очень хитро отработал, он отсек от участия в выборах всех реальных субъектов заставил яблоко отречься от собственного электората и тем самым просто себя изничтожить и предложил на выбор несколько новых интересных субъектов. Вот кому-то красненькие нравятся с беленьким, здесь голосуют за красненькие с беленьким, кому-то нравятся такие вот, похожие на Навального даже немножко, да, цвета новых людей, он такой, бирюзонький такой. Вот, ну смотрите, бирюзонькие, хорошенькие, никто их не знает, давайте за них проголосуем. Ну вот, а еще зеленые, кстати, были разного, одни зеленые, другие зеленые, если заметили на это, у нас самая зеленая сторона вообще в плане партии, у нас там и в выборах участвовало три, по-моему, партии с названием «зеленые», да, и некоторые из них даже выдвигали альтернативных кандидатов в Госдуму против яблочников по одномандатным округам, даже рассматривались как серьезный кандидат. Мы тоже понимаем, что это тоже еще одна технология. Ну, смотрите, на самом деле Кремль за нас в том числе провел социологию, он сказал, что вам нравится. Вам нравится Беларусь 2020 года, когда она выходила на улицу, вам нравится Навальный и вам нравятся зеленые. То есть, ну, наверное, да, тогда нужно соответственно российской оппозиции поднимать на знамя все три составляющих зеленые, Навальные и Беларуси. Наталья Вячеславовна, почему упирается Алексей Алексеевич Венедиктов, кто вообще с человеком происходит? Его вынуждают это говорить из раза в раз, что все пришло чисто, аккуратно и предельно справедливо по Москве, по крайней мере. Ну, смотрите, то же самое происходило с Григорием Алексеевичем Явлинским. Были некоторые субъекты в политическом пространстве, которые играли в такой договорной либерализм. Вы нам разрешаете существовать, вы нам разрешаете говорить то, что выходит немножко за рамки вашей системы, но при этом мы идем на определенные личные компромиссы и определенные издаем собственную репутацию. Что сделал Явлинский? Он пожертвовал собственной репутацией. Конкретно, да, вот он сам себя закопал. И он даже не пошел лидером списка. Даже если партия прошла, он бы не попал в Госдуму. Что сделал Венедиктов? Он лично себя сейчас сдает. Это трагедия личности. Потому что возможности договоренностей, возможности договоренностей, они работают до определенного момента. С какого-то момента идет саморазрушение, разрушение репутации. Точно так же, как произошло с Яблоком, да, договоренности, да, компромиссы. Но не до такой же степени. Вот здесь тоже это тот самый случай, когда можно было бы хлопнуть кулаком по столу и сказать «нет, вы знаете, это неправильно». Вообще голосом, он мог бы как сказать, вывернуться, что вообще сама идея электронного голосования, она неплохая, но результаты электронного голосования в том виде, в котором оно есть, непрозрачные, неподконтрольные, вызывают вопросы. Хотя в целом, конечно, идея прогрессивная и правильная. Он так сказал? Нет, он так не сказал. Он защищает итоги абсолютно подделанных выборов. Он продолжает упорствовать, Наталья Вячеславовна, что происходит? Не потому, что он такой плохой, а потому, что за ним коллектив, потому, что за ним эхо Москвы. Давайте тоже поймем его логику. Если он сейчас выйдет и скажет то, что мы ему предлагаем, он потеряет эхо Москвы и мы его потеряем. Мы понимаем, что там и так уже от репутации к лочию, но тем не менее, это важный источник информации и важный источник такой внутригрупповой сплоченности для оппозиции с одной стороны, а с другой стороны он выполняет функции для власти такого коллективного Майкла Бома. Вот либералы, вот они сидят, пищат какие-то глупости, там говорят, вот, ну, ну, ничего от них хотите. И мы им даем существовать, мы им даем право голоса. Эхо Москвы ровно такая же часть политической системы, как КПРФ и прочие игроки. Да, там есть игроки, которых пускают такие более-менее консервативные, есть игроки, которые, ну, они должны быть, где-то либералы должны вякать на свои 3%, вот для этого у них есть Эхо Москвы. Но, как мы понимаем, даже в этой конструкции возможны какие-то отклонения, да, на Эхе Москвы все равно звучат достаточно смелые речи, все равно это достаточно оппозиционная станция, которая говорит то, что никто не говорит в стране уже давно лет 20. и поэтому она, конечно, даже в таком урезанном виде, в таком секвестированном, даже с учетом того, что там появляются очень спорные персонажи с очень спорной экспертизой, даже в таком виде партии, радиостанции Эхо Москвы, которая, очевидно, является голосом вот этой партии старых либералов, она является опасной. И, конечно, в рамках зачистки политического пространства на них тоже может упасть то же самое бревно. Поэтому Венедиктов, понимая эту опасность, он положил на кон уже остатки своей репутации и пытается защитить свое детище уже всеми возможными способами. Интересная точка зрения. Наталья Вячеславовна, после прошедших выборов в России осталась политика вообще? А куда она денется? В каком виде она будет существовать теперь? Слушай, ну если она у нас осталась после 2003 года, если она у нас осталась после 2007 года, когда все было вообще на нуле и никому ничего не было интересно, естественно, а куда она денется? Да, Россия большая, всех не перестреляется, поднимаются новые. Вот удивительно, но каждый год возникают какие-то в хорошем смысле новые люди, которых раньше не было и которые являются политическими звездами. Казалось бы, выбили вообще всех там, Галямину, Навального, Тимонова, уехала куча людей из ФБК, Андрея Пивоваров сидит. Казалось бы, кто пойдет? А тут раз и выходят какие-то на большую сцену люди, которые раньше были на вторых ролях, и вдруг мы понимаем, что они замечательные, классные и вполне перспективные. То же самое Александр Каравайный, про которого мало кто вообще говорит, который чудеса просто делает, в Краснодарском крае. Они же в Краснодарском крае в Ейске два года назад взяли целиком Горсовет либералами. Они по всему Краснодарскому краю, по востоку, по крайней мере, точнее, по западу Краснодарского края, они в очень многих местах провели своих депутатов. Мне когда начинают жаловаться наши люди там в Москве, что мы не можем пройти. Каравайный провел в Кущевке депутата от Яблока. Он там, у них, да, в Кущевке есть, казалось бы, самое сердце вот этой самой глубинной России, глубинного народа. А нет, оказывается, там тоже можно избрать нормального человека, оппозиционного, вполне открыто. И вот это мнение, Наталья Вячеславовна, что действительно просто подавленность такая всеобщая никто не ожидал. Конечно, ждали, что будет какой-то трэш, но показательный пример по Москве многих просто раздавил. Вот, что бы мы ни делали, и в то же самое время вот сейчас привели пример по регионам, то есть получается, у нас политика пойдет с регионов, не с Москвы, это точно. Ну, она может и с Москвы пойти, но смотрите, сейчас я почему привела вам в пример 2003 и 2007 год. Люди, которые в политике появились в 2011 году, для них это впервые такой провал, такой ужас, такой кошмар, все подделали, значит, ничего больше не будем, давайте все уедем. Если мы обратимся немножко к истории, вот 2007 год, СПС и Яблоко потеряли не просто, их там уже и не было места в парламенте, да, там потеряли не просто остатки там каких-то своих фракций, партий в региональных парламентах, они потеряли даже возможность финансирования, и партии потеряли очень большие деньги. Если помним, тогда был такой закон, что если вы берете бесплатные эфиры на федеральных каналах, вы потом обязаны за них расплачиваться. Партия Союза Правых Сил была разорена тогда физически. Продали офис, переехали куда-то в Капотню, сидели вообще около, там такая труба, знаете, от ТЭЦ, да, от ТЭЦ, вот реально сидели в офисе в таком вагончике в пяти метрах от этой трубы. Реально. То есть это реально был крах просто. Региональные деления разбегались. Реально там мы сейчас с вами плачем и рыдаем, что там вот эти новые люди, они, конечно, неправильные, они получили 5,1%. Тогда либералам нарисовали вообще там 1,8-2 по всей стране. Максимум, на который либералы могли рассчитывать, честно положа руку на сердце, это 4 тогда. Я же помню эти опросы. Сейчас мы говорим, ну вы знаете, вообще мы прошли в Москве, но нам поделали. Простите, мы вообще когда последний раз проходили? Мы сейчас говорим, вот там у либеральной кандидатки Поповой у нее примерно такой же рейтинг был, как у коммуниста-сталиниста. Вообще-то говоря, либеральная кандидатка Попова, которая шла от Яблока, выступает через закон о домашнем насилии, она является открыто феминисткой, она пропагандирует очень современные такие европейские, взгляды, и при этом она набирает по рейтингам тот же самый процент, что и сталинист-коммунист. Ребята, так это не плакать надо, это надо радоваться, это прорыв. А то, что Митрохин победил в центре Москвы, вообще-то так, на минуточку, если бы не фальсификация, у нас в Думе был бы Митрохин, который яблоко, а центр Москвы. Раньше на этот центр все махали рукой, говорили, ну там все равно коммунисты победят. Вообще-то говоря, и Лобанов тоже, который коммунист, он победил, но мы понимаем, что все-таки он представляет другую часть общества, не такую махрово-консервативную. Победила, по-видимому, Брюханова в 198-м округе. Можно по-разному относиться к Кацу, можно там вникать или не вникать в полемику с Литвинович. Но тот факт, что молодая девица с прогрессивными взглядами, которая выступает за велодорожки, за озеленение, за комфортный город, что она победила по северу Москвы. Это уже о чем говорит? Это о том, что мы претендуем-то уже и рыдаем не про 4%. Что у нас, как минимум, в Москве большинство. Ну просто так получилось, что мы не смогли его отстоять. Почему не смогли? Потому что я считаю, что мы даже сами не ожидали, сколько наберем. Вот для меня лично этот результат был хорошим и неожиданным. Особенно по сравнению с теми временами, которые я помню, которые были в нулевых. Почему не вышли? Потому что, понимаете, одно дело, когда у вас есть 100 рублей, и у вас отобрали 100 рублей, это были ваши 100 рублей, стали не ваши 100 рублей. Вы выходите, говорите, а какого черта у меня отобрали 100 рублей? Я их заработала, они у меня в кошельке лежали. Сейчас произошла другая ситуация. Сейчас вам показали 100 рублей и сказали, мы можем вам во вторник их отдать, а можем и не отдать. Ну, наверное, у вас будет 100 рублей, а может быть и не будет. Потом сказали, нет, вы знаете, мы передумали. Не будет 100 рублей в следующий раз приходить. Ну, поскольку вы этих 100 рублей не держали в руках, вы их не клали в кошелек, вы не планировали, что вы пойдете с ними в супермаркет, что-то себе купите, то они и не ваши, вы за них и не пошли. Ну, собственно, вот что и произошло на этих выборах. Международное сообщество признает итоги выборов Натальи Вячеславовны на оригинале? Как это? За границей нам поможет? Не поможет за границей. За границей все признает. За границей что нужно от нас? Чтобы мы к ним не лезли, это первое. Второе, нужен газ и нефть. Мы к ним полезем после этих выборов? Что-то радикально поменялось здесь? Ничего не поменялось. Газ как-то прекратится или нефть не прекратится. Что должно сделать международное сообщество, когда не оказывается на него никакого давления? Они на Беларусь надавить как следует не могут. Извините, маленькая страна, в которой каждого пятого уже побили дубинкой. Что у нас произошло? Поделали какие-то выборы. В парламент не попало там пять человек каких-то приличных. И что? Что оно сделает? Ну и кроме того, Запад он прагматичен. Он прагматичен. У них зима сейчас будет холодная. Им нужен дешевый газ. Ну относительно хотя бы хоть по каким-то приличным ценам. Им нужна конфронтация с нами по газу. Никакой политики, только бизнес. Ну только бизнес, конечно, естественно. Что касается списка, Наталья Вячеславовна, который одобрен, был сенатом в штатах 35 там фигурантов этого списка. Дадут ход? Одобрит его Байден администрация президента или нет? Или там такая формулировка, что на усмотрение. Будет ли это усмотрение применять персональные санкции? Ну смотрите, Америка, в отличие от стран Европы, независима от нашей нефтяной трубы. И она гораздо менее зависима от нас экономически. Гораздо меньше у нас там торговый оборот, чем там с той же самой Германией, допустим. Поэтому Байден может в этом плане, у него развязаны руки. У него больше развязаны руки, чем, допустим, у тех же германских политиков по отношению к нам. Или там тех же литовских даже политиков по отношению к нам. Поэтому он может и принять на самом деле. Просто вопрос в том, что кому он даст сигнал? Он даст сигнал российскому обществу, которое не вышло за итоги выборов. Он даст сигнал Путину, который и так злой, которого еще раз разозлить. Он, скорее всего, может это приберечь как-то, вот этот козырь для очередного политического противостояния и для того, чтобы им воспользоваться при случае. Хотя, в принципе, ему никто не мешает это сделать. В принципе, отношения уже и так настолько натянуты, насколько они могут быть. он их может быть и ухудшит, но несущественно этим списком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok